Снимаем вторую часть нашей обучающей программы по ловле толстолобика. Начнем мы с того, что варим основу прикормки. Наша часть так и будет называться. Приготовление прикормки для ловли толстолобика. Базовый смесик. Для этого мы на базаре покупаем развесной горох, хорошего качества, желтенький. Обязательно спрашивайте, чтобы он хорошо разварился. Примерно на килограмм гороха мы заливаем около 3,5-4 литров воды. Когда вода нагревается, не закипает, нагревается, мы засыпаем туда горох. Но, когда начинает закипать вода, обязательно, обязательно не забудьте добавить 2-2,5 чайных ложки соды. Самой обыкновенной пищевой соды. Я поставил горох варить заранее, потому что варится он около 2-3 часов. Разваривать его нужно в пыль. Вот, вот что у нас получилось. У нас получился хорошая такая водичка, у нас получилась хорошо желтенькая, пахнущая горохом. Весь горох вы не разварите все равно. У кого-то не хватит терпения. У кого-то просто, ну, может не позволят условия. То есть, чтобы он не пригорел, его нужно постоянно мешать. Но он все равно пригорает. Но лучше, чтобы не пригорел. Вот, чтобы не пригорел, не надо его разваривать полностью. Потому что пригорит, он пристанет, запах будет не очень хороший. Вот, сварили вы горох. Сварили горох. Должен получиться хороший гороховый кисель. Теперь нам нужно его процедить. Через обыкновенный душляк. Не надо выбирать с мелкими ячейками. Обыкновенный душляк. Мисочка. Примерно то количество жидкости. Визуально, которое вы будете видеть. Сколько у вас получилось. Но, на всякий случай, приготовим рядышком еще одну мисочку. Вдруг у нас не хватит в этой мисочке места. Берем кастрюлю и ценим наш горох. Лучше деревянной лопаточкой помешивать будем. Вот у вас есть деревянная лопаточка. Старенькая. Лопаточки женщин, которыми они пользуются на кухне, лучше не брать, потому что нужно неприятности нажить. Вот. Так. Чтобы не обжечься, берем кастрюлю и потихонечку начинаем это все цедить. Я вам хочу сказать, что процедура жарко-кошмарно тут. Готовьтесь к тому, что будет жарко, что будете мокрыми, но оно того стоит. Вот. Сразу оно не убегает, потому что даже этот гороховый кисель, который у нас получился, он густой. Его надо постоянно мешать. Как бы вынувая с гороха. То, что на нем остается самое вкусное. То, что рыбе нравится. По запаху. И на цвет. Вот. Сытим тщательно. Немножечко протираем, как при изготовлении детского фруктового пюре. Вот. Чтобы здесь сильно грязь не разводить, перельем в другую мисочку. Сам бы ел. Вот это на рыбалку. Вот. Выливаем оставшийся дорог в наш душлячок. И так же самое, хорошенечко. Видите, он хрустоватый. Выходит эта жидкость медленно. Но нам нужно процедить, чтобы комков никаких в нашей базовой смеси не было. Это очень важно. Потому что рыба не должна наедаться, даже если она будет кушать. Чем больше она кушает, тем больше ей должно хотеться кушать. Сразу наесться она не должна. Средим наш горох. Все горячее, все порует. Самая вкусная, слава себе, ходить у нас не хочет. Мы его сейчас с бачков подберем. Вот. Ну, где-то так. Не будем мы с фанатизмом протирать, потому что всякая челуха полетит на монуминал. Оставшийся горох можете вытянуть, можете съесть. Кстати, очень вкусно. Гороховое пюре. Очень великолепно. Великолепно. На любителя. Во. Дуршлях убираем в моечку. Лопаточку далеко не убираем. С кастрюлечкой можно этой же лопаточкой. Вычерпать оставшиеся комочки. Они нам не нужны в процессе приготовления. Дальнейшем. Нам надо, чтобы комочков было как можно меньше. Можно даже кастрюлю помыть. Так даже будет лучше. Но мы мыть не будем. То есть у нас программа обучающая. Попробуем, конечно, поймать что-нибудь на эту припормку. Выливаем все то, что мы процедили. И обратно в кастрюлю, где варился горох. У нас получилось порядка трех литров горохового киселя. И ставим этот гороховый кисель обратно на газ. Нам надо, чтобы он закипел. Не забудьте подготовить себе стол. Места должно быть много. Ну, порядка 60 сантиметров на 70, чтобы у вас была поверхность жесткая, чтобы вы не сломали. Потому что при кормку мы сейчас будем замешивать карте тесто. Один важный нюанс. На килограмм сваренного гороха у вас должно быть порядка 2 килограмма манной крупы. Чтобы нормально заварить и в процессе потом замешать. Сейчас вы все увидите. Почему? Готовим нашу манку. Потому что кисель у нас остыть не успел. Но помешивать его все равно надо. Вот. Манку мы замарим. Смело открываем пачку манной крупы. Отставляем ее в сторону. Открываем вторую пачку. Потому что сейчас надо будет делать все очень быстро. Музор потолбить. Так. И теперь завариваем наш кисель манной крупой. До запустения. До того момента, пока вы сможете вымешивать это ложкой. Ту смесь, которая у вас получилась. Ваня, давай подойди сюда. Подойди. Давай будем смотреть. Постоянно помешивая завариваем. По кругу пускаем маночку. Так, чтобы сразу не образовывались комки. Пока просто отбрасываем весь мусор в сторону. Потом мы это все пособираем. И вот у нас начинает наша кашка густеть. Это все нужно делать очень быстро. Чтобы она не пригорела ни в коем случае. Если пригорит рыбья прикормка, она терпеть не может этого запаха. Сейчас наша кашка начнет дышать. И теперь мы ее выключаем. Выключаем. Берем досточку. Ставим на пол. Это для того, чтобы нам не обжечься. В дальнейшем берем манную крупу, которая у нас есть. Досыпаем уже на полу. Потому что вы не промешаете. И насыпая, и мешая ложкой. Хорошо вымешиваем. Комки, которые останутся, мы уберем в процессе замешивания на столе. Вот так ее хорошенько мешает. Чтобы она сейчас вся начала набухать. Отставляем ее пока на сторону. Маночка, которая осталась. Сейчас мы будем домешивать ее. Как делать, как тесто на пирожки. То есть, процедура такая же самая. Сейчас мы все уберем. Все очень горячее. Делать нужно очень аккуратно. Иначе можно обжиться. Горячую кашку выкладываем на сухую манку. Столько, сколько вы можете замешать. Это один заход. Я могу замешать, конечно, всю, но наша передача затянется часа на три. Поэтому мы замешаем сейчас половину. И потом замешаем еще половину. Уже не снимая. Вот так. Оставляем ее пока в сторону. Каша горячая. Руками очень аккуратно снизу манку наверх. Ваня, видно руки? Да. Пока мы просто заправляем горячую кашу. Чем лучше она разбухнет, тем будет однороднее. Очень горячо. Мы спешим, не даем ей остыть. Она злится. Поэтому будем делать все быстро. Дно аккуратно. Замешиваем тесто. Все это дело любит силу. Чем сильнее лучше вы вымешаете, тем это все будет однороднее. Откладываем на сторону. Я возьму такой небольшой кусочек. Вымешаю его быстро. Чтобы мы успели все сегодня вам показать. Действие в нашу прикормку. Как она будет действовать. Собственно Вот как мы домешали кусочек прикормки. Этого будет вполне достаточно. Вы почувствуете, когда руки уже не будут прилипать. Тесто не будет тянуться до рук в дорог. В банку добавлять не надо. В дальнейшем. Вымешивайте с той манкой, которая уже здесь есть. Важно. Один момент. Сам по себе горох, конечно, пахнет. При добавлении манки запах теряется. Он пахнет горохом, но уже не сильно. Толстолобик любит мягкие запахи. Не резкие. Здесь у меня на водяной бане я подготовлю. Ну, столовая ложка меда. Вот он растопленный, жидкий. Вот этой ложки хватит на все. Вот это тесто, вот этого меда, что здесь растоплен. Ну, просто я вам показываю, чтобы вы знали, что еще добавить. Чуть больше столовой ложки меда растопейте на водяной бане. Чтоб она уже была готова. И в теплую, еще теплую прикормку частями. То есть, все вы не замешаете мед равномерно. Отрываете там где-то четверть вот этой всей прикормки, что у вас будет замешано. Оторвали и чуть-чуть добавили. Я добавляю чуть-чуть. Вот этот маленький кусочек. Вот этого количества вполне достаточно. Отставляем на место. И замешиваем уже с медом. Это уже в самом конце, когда тесто, вот эта вот прикормочка, будет готова. Констинсенция. Я вам сейчас покажу, какая она должна быть. Не бойтесь даже каких-то теста. Пить в стол. Попробуют лишние пузырьки. Здесь страшного ничего нету. Теперь смотрите внимательно. Она однородная. В ней нету ни комочков, ничего. Не бойтесь, чем крепче вы замешаете, тем лучше. Чем горячее тесто, тем лучше при замесе. Вот у нас получилась наша базовая основа в уменьшенном варианте. То есть мы позже, когда мы снимем сейчас все, я вот это буду заканчивать. Завтра на рыбалку. А вам, чтобы сейчас, дорогие мои любители удовли толстого оба, я продемонстрирую действие этой примашки. Вот у нас как раз кусочек и хорошо остыл. Вот берем, теперь у меня для таких цепей, я беру на водоем, вот такую маленькую, обыкновенную мисочку пластмассовую, пластик, самый дешевый. Ну, так, чтобы она не билась, она мягенькая должна быть. Ложу это тесто. Ну, мы возьмем вот на один раз, чтобы вам продемонстрировать. Приготовьте дома бутыль. Обязательно проверьте вашу прикурнку. Взяли вот такой комочек, оторвали. Приготовили бутылек. Подготовим с насточку, нашу готовую. И нам для нее надо что-нибудь такое длинненькое. Теперь, чтобы вот бутыли, мы видели все действие. Какой-нибудь... Что-нибудь. Ага, ну мы сейчас ложечку туда возьмем. Вот так вот обыкновенно. О, пойдем. Собственно говоря. Все мы увидим. Если она туда не бряпнется, конечно. У нас есть ложечка деревьев. О. Теперь нам будет все видеть. Будучи уже на водоеме. То есть, эту базовую прикормку вы сложили в пакет. Если вы приготовили ее днем, вам ехать утром. Вы ее сложили в пакет. В пакете еще домяли хорошенько. И в холодильник. Едете на рыбалку. Приехали. Первоначально, не доставая удочки. Положили в миску килограмм прикормки. Я не буду рекламировать технофланктон. То есть, не столь важно, какой технофланктон будет. Добавляйте. Сыпучий в магазине. Покупайте и добавляйте его. И вымешали. Но не так, чтобы замешали, что однородная масса не должна получаться. Он должен оставаться суховатый. Пропитали тесто технофланктоном. Базовую основу. Без базовой основы ловить нечего. Не стоит пробовать. Редко, когда... Это зарыбленные водоемы должны быть. Очень зарыбленные, чтобы он должен подходить на малопушящую смесь. Которая мало пушит. Мы делаем нашу прикормку, чтобы она у нас пушила хорошо. Вот. Смотрите, что у нас получается. Набиваем нашу пружиночку с насточки. Запах класс. Набиваем. Ну, не так, чтобы прям плотно, чтобы она не вылетела при забросе сразу. Абудара будет. Крючочки. Заводим так, чтобы они у нас не перепутались при забросе. Забросы, как обычно при ловле на дальние забросы. Они силовые. Чуть-чуть вминаем их в прикормочку. Чуть-чуть. Еле-еле. Нижний крючочек не принципиальный. Можно его не вминать. Кому хочется, кому нравится, чтобы не телепалось. Кто не любит, когда телепается. Можете вмять и нижний крючочек. На кухне, на весу, конечно, неудобно. И все. Вот мы забросили снасть. Отходи сюда, Ваня, чтобы у белой было хорошо. Она упала в воду. И теперь мы понаблюдаем. Нижний крючочек выпадает, как всегда, сразу. И теперь мы понаблюдаем. Несколько минут. Как себя ведет наша прикормочка. Чуть-чуть можно увеличить. Что-то не было. А вот так графика сломывается. Чуть-чуть не очень будет. Не будет. Не мешай. Смотри сам, как лучше. Поближе подведи саму камеру. Крючки через некоторое время должны выпасть из прикормки. Вот мы сейчас, если будет все нормально, мы этого дождемся. Мы сделаем сейчас искусственную волну. То есть водоема с идеально стоячей водой вы все равно не найдете. Вот. Нам видно, как отпушиваются потихонечку кусочки нашего технопланктона с манкой. Основа держит хорошо. Ну, если мы сделаем маленькое оболнение о покачивании. Должно быть видно. Спушивание при кормочке. Вот она сейчас ее поближе сюда. Каландичка мутненькая. Она не должна облетать. Ее хватит порядка на 40 минут. Вот. Крючочек у нас один выпал. Делаем покачивание на волне. Глубина у нас порядка сантиметров 30. Ну, до 70 сантиметров в зависимости от глубины. Лучше, конечно, в пол воды ловить толстолобок. Пытаться искать в пол воды. Делаем легенькие покачивания. Имитируя волну. Почему мы должны проверить прикормку дома, а не будучи уже на водоеме? Сейчас вы можете что-то добавить. Знать, что добавить. Больше добавлять вам технопланктона. Меньше добавлять. Сильнее замешать. Меньше замешать. То есть, вы наглядно это все проверяете. Вот он пушит. Потихонечку кусочки отходят. И это не происходит очень быстро. Это происходит медленно. Ну, и в то же время, за 40 минут кормушка будет пустая. Мы вам сегодня показали способ приготовления базовой основы для прикормки для ловли толстолоба. Я надеюсь, что вам понравится этот способ. Что вы будете на него ловить. А завтра мы поедем на рыбалку. Снимем нашу третью часть. То есть, практическое использование. Мы соберем снасть для ловли толстолоба. Поплавочную снасть для дальнего заброса. Куда ты его будешь? А вот и толстолоба. 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 Продолжение следует...